Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 февраля, ой, 6 февраля. Я вот сегодня буду делать первую пикировку в этом году. Конечно, под пикировку у меня попали сегодня только вот этот ряд ботяни, высокорослый, который я посеяла. Просто для сравнения, сравнить, насколько быстрее он вытягивается, насколько вообще у него все, вот эти толстоногие будут пока еще сидеть. Я перед этим сняла видео, в котором рассказала теоретически все-все-все, какие ошибки могут быть, как мы должны действовать. И сейчас я вот покажу, как я делаю. Это будет видео короткое и такое, как бы сказать, обобщенное. Кому нужно очень подробно, пошагово каждую процедуру, следующее видео будет макросъемка, то есть приближено прям к растениям, где вы увидите и корешки, и сколько я отщипываю. И вообще все-все-все. Оно как раз для тех, кто новенький, кто новички, кто хочет попробовать пикировку первый раз. Конечно, все опытные знают, что все это быстро, все это очень просто. Если снова вспомнить о том, что дает нам пикировка, я вот в предыдущем видео говорила, это, конечно, прежде всего выбраковка растений. Вот сейчас я буду пикировать, и я уже вижу вот этот сеянец, и вот этот я брать не буду. Но во время приближенной съемки я покажу, какие. Еще возможно, что среди этих найдется сеянец, у которого темная коричневая такая корневая система, корешок, может быть, корень болен, их я тоже откину. Это все я вам покажу, а сейчас расскажу теоретически. Это, конечно, выбраковка. Это, конечно, мы пикируем для того, чтобы сначала сэкономить место вот в зимний период на стеллаже. Сейчас, когда рассадим, вот эти я буду рассаживать намного позже и буду в это время уже выносить в эту в теплицу. И, конечно, каждая пикировка, она немного тормозит развитие верхней части и усиливает, наоборот, развитие корневой системы. То есть мы останавливаем рост растения, верхнюю часть, а усиливаем корневую систему без каких-то там магазинных препаратов, только вот собственными такими процедурами, манипуляциями. И говорила я в предыдущем видео про ошибки. Конечно, не нужно делать раннюю пикировку в фазе 2-7 долей. Но я так делаю. Я делала и в прошлые годы, и сейчас, например, если будет нужда, там уронили лоток или что-то, можно сделать. Но я не советую делать такую пикировку начинающим, потому что в это время сеянцы, они очень нежные, очень ранимые. И достаточно там повредить корневую систему, он у вас потом зачахнет и умрет. Вообще томаты пикировать можно на любой фазе. Но все-таки начинающим в фазе 2-7 долей не рекомендую пикировать. И потом, когда растения более взрослые, то специалисты тоже не рекомендуют их пикировать, потому что в это время уже идет закладка цветочной плодовой кисти. Может быть уменьшение урожая. Но самое главное, что во время пикировки мы должны очень внимательно отнестись, должны выбрать грунт хороший, качественный, рыхлый. Вот у меня грунт точно тот же, в который я делаю посев. Я заготовила заранее. Он сбалансированный. Сейчас я еще добавила ложку золы на объем 5 литров. И сейчас буду я расфасовывать. Во-первых, грунт. Во-вторых, подбираем тару подходящую. Вот для этих сеянцев, для маленьких, 200-граммовая тара самая хорошая. 500-граммовую сразу не высаживаю, потому что корешок маленький, сеянец маленький. Грунта будет много. Если мы польем, полностью увлажним этот ком большой, полкилограммовый, он эту воду не осилит. И там будет постоянно застой вот этой воды. Будет плохо корневой системе. Лучше в маленькие, потом переварю в большие. Потом, чтобы грунт сказала. И при пикировке. Когда мы пикируем, мы должны очень-очень нежно и внимательно отнестись к сеянцам. Особенно сложно вынуть вот такой вот с общего посева какой-то один ряд. Я уже рассказывала. Я как кусок торта вырезаю прям ножом. Потом беру или ложечкой, или вот лопаточкой для пикировки. И обязательно не выдергиваем сеянец, а берем его, подхватываем с куском грунта. Вот там, где он сидел, с куском грунта. И для того, чтобы выбрать сеянец, как менее травматично, чтобы было, конечно, грунт должен быть влажным. Накануне, вчера я его полила. Вот я вытащила сеянец без ущерба для его. Корешок не порвала, ничего. И вот так раскладываю. Я потом приближенная съемка будет, вы все увидите. И вот так раскладываю. Но если мы вот так вот бухнем его, он упадет, у него подогнется корешок. Вот в этом, и это я имела в виду, когда говорила, что очень бережно и очень внимательно относитесь к пикировке. Я сеянец поднимаю, и чтобы он был на весу у меня, держу за листик, и тогда начинаю уже уплотнять этот грунт. Если я его в таком положении уплотню, то есть у него вот так вот корень там, как, ну как, загнулся и в загнутом состоянии. Все, потом я вот так обожму вокруг и потом полью. Но еще очень важно, как вы будете заботиться после пикировки. Потому что после пикировки растения очень, ну они как не то, что ослаблены, они вот в таком незащищенном состоянии, у них еще корни отдельно от грунта, они получаются, растения отдельно, земля отдельно, никакой помощи от земли они не могут получить, они как бы, ну такие, беззащитные. И вот в этот период нужно им создать комфортные условия. Я уже говорила, что после пересадки нельзя заливать, переливать. Вот один раз вы полили, вот у меня земля хорошо увлажненная, я один раз сейчас полью умеренно, ну так, до полного смачивания, но не так, чтобы из дырочки бежала вода. Здесь обязательно дырочку нужно. И все, несколько дней, хотя бы 7 дней, это точно я не буду поливать, нужно ждать до того, как хотя бы верхний слой грунта вот так вот засохнет. Так как корешок у нас внизу, он пересохнет очень нескоро. Если даже вверху будет грунт сухой, здесь ему будет влажно. Если вы на влажную землю добавите еще, например, дня через 2 или через 3, тем более не на следующий день нельзя никогда поливать, пока, ну выжите хотя бы 5 дней. Но это зависит, конечно, от температуры вашего помещения. Потом, вот такой маленький нежный сеянец, конечно, нельзя выставлять на солнце пек, чтобы солнечные лучи могут его обжечь, поранить. Ожоги термические могут быть даже от солнца. Потом, что еще нам делать нельзя? А, ну и, конечно, самая главная температура, как я уже говорила, это наша головная боль. Я вот сейчас своих тех длинноногих выкинула в придомовую теплицу. Они у меня стоят на улице сегодня первый день, несмотря на то, что 6 февраля. Рекорд побила. Я в том году, по-моему, 15-го выносила. Температура. После пекировки, так же, как и после всходов, им нужна какое-то время, ну хотя бы неделю, пониженная температура. Я сказала, что мне очень сложно найти в доме такую температуру. Везде пишут, ночью даже 15 и до 13 градусов желательно понизить, а днем, ну, 16-18. Ясно, что у нас в помещении нет 16-18 градусов. Я вот буду выносить в придомовую теплицу. У кого-то может быть лоджия утепленная, застекленная. В те дни, когда солнышко, там тоже хорошая температура. Если там 12-13 градусов, на час, на два можете спокойно выставлять. Во-первых, там живое солнце. Это я уже потом говорю, когда будет вот это. Я вот эти сейчас буду выставлять. Во-первых, там живое солнце, чтобы вы не боялись на ранних сроках выносить. А вот эту я сейчас распекирую. Я буду выносить, но я буду делать колпак из газеты. Потому что дома у нас сильно жарко, 26 градусов. Они будут наращивать опять вот надземную часть. А нам нужно, чтобы они после пикировки, хотя бы неделю отдохнули, чтобы листья у них не росли, чтобы у них осваивалась корневая система в новом грунте, и чтобы наращивался корень. Ну и, конечно, подкормки. Мне даже в голову не приходит, первые дни после пикировки чем-то подкормить. Но некоторые люди, особенно начинающие, им кажется, что вот сидит он не растет. Он не растет 3 дня, он не растет 4 дня, он не растет 7 дней. Они хотят его стимулировать и начинают поливать подкормки. Это не нужно делать ни в коем случае. То, что он у вас не растет, это даже хорошо. Если он не вянет, если он не погибает, значит, у него растет, увеличивается корневая система. А про листья он просто-напросто забыл. Ему не до этого. Это очень хорошо. Значит, у вас рассада будет невысокая, коренастая, с большой, с такой огромной корневой системой. Вот именно такую рассаду мы добиваемся получить. Именно такая рассада дает нам большой урожай в огороде. Оставлю 3 штуки. Хочу попробовать методом скручивания. Начиталась вчера. Никогда не делала. Но это, конечно, я уже просто чисто экспериментально. У меня нет нужды скручивать их. Можно просто вот так вот распикировать. Ну, может быть, мне понравится метод скручивания. Может быть, буду вот такие самые длинноногие крутить. Потому что в видео смотрела вот эти высокорослые, которые после 9-го, 11-го листа начинается кисть очень высоко от земли. Они крутят до такой степени, что у них вот так земля, и сразу кисти, ну, эти плодовые потом летом. Это, конечно, заманчиво. В уходе очень удобно. Кисти начинаются низко. Значит, он будет с тебя всего роста. Мне надо вот туда заглядывать под небеса, когда бывает вырастают двухметровые. Все, про пикировку все. Сейчас камеру сделаю так, чтобы вам видно было до мельчайших подробностей. Каждый листик, каждый кусочек земли. И буду рассказывать, как я пикирую шаг за шагом. Все очень подробно. Ну, а кому-то достаточно, может быть, будет этого видео. Потому что ничего сложного здесь нет. Главное относиться трепетно, с любовью, бережно. Потому что они еще очень маленькие. Но обычно томаты пикировку переживают прекрасно. Каждая пикировка, это, ну, как для них, толчок, стимуляция к развитию, к наращиванию вот этих боковых корней, к увеличению корневой системы. Я считаю, что пикировка это только плюс. Все, до свидания. Продолжение следует...